Главный город страны переживает настоящее нашествие клопов. По крайней мере, в этом уверены дезинсекторы. Они заявляют о резком скачке заявок на обработку квартиры. Связывают это с высоким уровнем миграции в столицу и внутри самого города. Санврачи же просят астанчан обращаться исключительно к специалистам. Попытки справиться с насекомыми самостоятельно могут обернуться летальным исходом. О масштабах проблемы узнала наш корреспондент Азиза Закумбаева. Постельные клопы действительно живут даже не семьями, а колониями. И размножаются так же стремительно, как разбегаются при виде людей. Рахима Дюсимбеева говорит, лет пять назад в ее компанию поступали единичные заявки. А теперь бизнес расцвел. В месяц могут обратиться до ста раз. Клопов много. Во всех домах есть уже. Бывали раньше конкретные дома были, сейчас нет. Везде есть они. На всех и новых домах, и старых домах. Где люди живут, и в основном где квартиранты живут. Постельные клопы переезжают из дома в дом вместе с людьми. А в столице, говорят риэлторы, благодатная почва. Слишком много приезжих. Множество кочуют по съемным квартирам. Назвать точное количество жилплощади, зараженной клопами, никто не берется. Но отрицать проблему уже бессмысленно. Миграция есть, потому что мы живем в столице. И очень много людей, которые приезжают в столицу и снимают квартиры. То есть они мигрируют из квартиры в квартиру. И возможно, если даже одна квартира заражена, то представьте, какая их миграция вместе с вещами. Их тоже не будет оставлять сжигать, вплотную заниматься этим. Даже если проблема существует, то очень сложно говорить о каких-то цифрах. Основная среда обитания клопов – ковры, одежда и такая мягкая мебель. Зачастую насекомые поселяются, к примеру, в диване, который, кстати, может быть занесен с улицы, где его прямо с живностью оставили хозяева. Статистику зараженных квартир не ведут и санврачи. Но настойчиво напоминают, что обращаться нужно только к профессионалам, а не травить их самостоятельно. Пытаясь вывести клопов, жильцы многоэтажек в Актау так отравили людей и не раз. В феврале там погибли двое взрослых, чуть раньше ребенок. Во-первых, на концентрацию разведения неправильно сделать тот же самый житель. Правильно, да? Хозяин тот же самый. Потом, не дай бог, как то, что ранее вы сказали, в 2018-19 годах, в Актау был отравлен, что бы не привело к отравлению. Оно же, видите, оно же препарат все равно запахом. Не дай бог, себя еще, соседей и так далее. Дезинсекторы говорят, чтобы вывести клопов, иногда недостаточно одной обработки. Но многие останчане и этого избегают. Боятся вызывать дезинсекционные службы. Специалисты призывают не скрывать проблемы и как можно раньше заняться истреблением. Ведь скорость распространения этих насекомых в последнее время пугающая. Азиза Закумбаева, Баглан Иголиков, Ассалхан Саминбетов, Столичное бюро, КТК.